Будьте любезны, покинуть территорию. Ничего не так. Николай Алексеевич, ты нас в гости позовешь, нет? Ваш, да. В город Качканар, а также на возвышающуюся неподалеку одноименную гору, прибыл областной вице-губернатор Сергей Бидонько и ознакомился с ходом работ по освоению СКМ, собственно, Качканарского месторождения, которое сулит Качканарскому горно-обогатительному комбинату, принадлежащему Евразу, безбедную жизнь на 100 лет вперед. Ну а поскольку ГОК – это градообразующее предприятие моногорода Качканара, постольку жизнь нескольких поколений людей заколосится и в самом городе. Но, как известно, в этой истории с разработкой СКМ есть одна закавыка – это буддисты. Ну или кто-то скажет, псевдобуддисты – не суть. Главное – это живые люди, которые постоянно находятся на северной вершине горы Качканар в единственном в наших широтах буддистском монастыре Шедруб-линг, что, как говорят с тибетского переводится, место практики и реализации. И буддисты с их монастырем «Волею небес» попали в санитарную зону нового месторождения титаномагнетитов, то есть, читай, в зону разлета осколков, ибо разрабатывать новое месторождение будут буро-взрывным способом, впрочем, как и старое на Гусевых горах, которое на сегодня себя полностью исчерпало. Чтобы не убивать буддистов камнями, летящими из карьера, Евраз обязан обеспечить их безопасность. А она возможна только в том случае, если в буддистском монастыре никого не будет. Но буддисты, конечно, со своего насиженного места уходить не собираются. Потому возникло недопонимание и даже напряжение. Дело в том, что крупномасштабные взрывные работы должны начаться со дня на день. То есть, новое месторождение, в котором по оценкам 6,87 миллиардов тонн руды с содержанием железа 16,6%, уже вот-вот должно заработать по полной программе. А буддисты тянут и не уходят. Конечно, эта задержка волнует не только руководство Евраза и областные власти, но и простых работяг с ГОКа. СКМ – это их будущее. Это зарплаты в моногороде. Это 135 новых рабочих мест. СКМ – это жизнь. А буддисты мешаются. И понятно, что простые работяги уже готовы сами, на ручках, спустить буддистов с небес на землю. И нет в этом никакого намека на притеснение одной из религий. Этот аспект вообще не важен. Работяги с таким же успехом спустили бы на землю и католиков, и еретиков. Но власти, области и Евраз решают проблему исключительно в правовом поле. Наиболее жесткий расклад, конечно, силовой. Немного предыстории. Известно, что этот монастырь на горе Качканар основал в 1995 году Михаил Санников, который в свое время закончил Ярославскую школу КГБ, служил в Афганистане, там занялся буддизмом, потом учился в монастырях Бурятии, и в итоге учитель ему предложил создать свой монастырь на горе Качканар. Можно представить, скольких усилий это ему стоило. И понятно, что Михаил, известный в своих рядах как Лама Тингзин Дакшит, цепляется за свое дечище. Но есть у него проблема. Документы на монастырь он за четверть века так и не оформил. То есть построен монастырь незаконно. Ну и вообще-то существует решение суда о сносе монастыря. И это решение обязаны реализовать судебные приставы. Но они особо не рвутся исполнять. Ну типа там же религиозная община, оно им надо. Власти области и Евраз тоже не хотят резать по-живому. Потому пару месяцев назад предложили буддистам соглашение. Им выделяют из внебюджетных фондов 26 миллионов рублей на строительство храма в поселке Косья, что под горой. Обеспечивают дорогу до монастыря. И в пятницу, субботу и воскресенье буддисты, паломники и туристы могут находиться в монастыре. А вот с понедельника по четверг они с горы уходят и в эти четыре дня ведутся взрывные работы в Карелле. В октябре Лама Михаил Санников это соглашение с властями подписал, но неожиданно соскочил. Теперь он двинул дополнительные условия. И в выходные на территории монастыря, дескать, должны оставаться дежурные люди. Ну типа охранять объект. Понятно, что Евраз на это пойти не может. И вот для примирения сторон на вершину горы Качканар прибыл вице-губернатор Сергей Бидонько, чтобы убедить Ламу выполнять договоренности. Журналистов навстречу не пустили, а Лама в красном. Вице-губернатор и представители Евраза закрылись в монастырской столовке. За красной дверью. Поговорили, опять не договорились. Сейчас основное условие это, чтобы здесь из понедельника по четверг тоже были люди, которые будут здесь за всем смотреть, топить, охранять и так далее. Ну я понимаю, что Евраз на это пойти не готов, потому что это, ну во-первых, это и неправильно с точки зрения законодательства. Я думаю, что мы переговорили с руководством Евраза. Они, видимо, еще тут на днях, возможно, встречу проведут, потому что коллеги попросили еще раз встретиться там в узком составе, обсудить какие-то вопросы. Но мы со своей стороны, конечно, будем и дальше делать все для того, чтобы все-таки их убедить, выполнить те соглашения, которые на сегодняшний день у нас подписаны. И, в принципе, надо сказать, что частично начали реализовываться. Нам найти вот этот окончательный вариант вот на эти несколько дней, мы можем считать, что и сохранятся вот все эти постройки, и, соответственно, и предприятие будет спокойно работать и развиваться. Я думаю, что вот надо попытаться дожать эту ситуацию, потому что пройден огромный-огромный путь взаимных договоренностей, но другого-то нету, надо только договориться. Пока обсуждался только этот вариант. Я думаю, что это, ну, оптимальный. Три дня, условно говоря, занимается буддистская община. И ведь основной поток паломников и туристов, это всегда суббота-воскресенье, условно говоря, комплектовать группы так под это дело. А все остальное Евраз спокойно понимает, что у них здесь за спиной нет людей, которые могут там, не дай бог, пострадать в случае каких-то вот таких форс-мажорных ситуаций, которые здесь возникают. Поэтому, на мой взгляд, соглашение максимально сбалансировано, максимально учитывает все интересы. И я уверен, что его выполнение принесет пользу всем. Ну и на всякий случай просто хочу напомнить, что если взять вообще с точки зрения вообще просто законодательства, есть судебное решение о сносе здесь всех незаконных построек, которое сегодня приостановлено, потому что есть соглашение и, соответственно, есть добровольные договоренности. Поэтому, если это соглашение будет расторгнуто, я думаю, что это не в интересах, в первую очередь, и буддистской организации. Соответственно, вот, я думаю, что будем стараться совместно еще убеждать, говорить, что это нужно сделать. И надеемся, что все-таки здравый смысл возобладает. После не очень удачных переговоров в очень живописном месте вице-губернатор Сергей Бедонько спустился в низину, в город Качканар, где пообщался с городской общественностью, с депутатами, активистами и прочими моногорожанами, которым не наплевать на судьбу города, которая уперлась в горстку буддистов, которым предложили шикарный, не судебный вариант развития событий, а они все равно чего-то опасаются. Общественность тоже свое мнение сказала, я многих услышал, для того, чтобы мы нашим коллегам, которые, безусловно, знают, что, конечно, и прочитают, и увидят сегодняшние наши встречи, чтобы они еще раз задумывались и все-таки вернулись к выполнению соглашения. Ведь его только стоит начать выполнять, и на этом вся тема закончится. Ее просто не существует. Вот там, сегодняшнего дня, завтрашнего и так далее. Потому что они сегодня не выполняют соглашение. Евраз сегодня старается его выполнять максимально. Ну, конечно, как бы со стороны Евраза тоже могут там закончиться уже вопросы с терпением. Они скажут, ну, почему мы уж в одностороннем порядке не должны же его выполнять. И, соответственно, мы об этом говорили. Ну, что первое может быть? Сегодня установлены стационарные посты охраны на основных дорогах. Ну, в принципе, эта территория сегодня отведена Евразу. Ну, что первое, напрашиваться в голову? Ну, просто прекратить допуск всех, без разницы, по выходным, не по выходным туда. Ну, наверное, кто-то по лесу там где-то проберется там. Ну, это будет там пять человек, условно говоря. Остальные же там никуда не поедут, если дороги будут перекрыты. То есть, первое, это туристы, паломники практически в большинстве с вами не смогут туда попадать. То есть, соответственно, там же монастырь существует, надо же завести какие-то там материалы, какие-то продукты и так далее. Ну, то же это будет все. Как это все? Ну, то есть, начнется вопрос, так скажем, уже принципиальный двух сторон. Мы не хотим этого допустить. Мы хотим, чтобы все-таки все работали. Тем более, самое интересное, все для этого есть и все выполнено. Вот поэтому такие цели на сегодняшний день. Мы очень надеемся на то, что все-таки здравый смысл будет возобладать.